Если заглянуть если заглянуть фотографии последнего года вот или так вот они, вот они в этом году уже слабый я уже стараюсь не хвататься особенно то, что переехал от меня к Чернобаеву вот это, вот это, вот это они то ли за большое урожай, то ли потому что это очередная прививка они стали мельче родительское дерево они были очень крупные у меня первое поколение было очень крупное но мне приятно было, когда в гостях у Чернобаева его гости они не ели эти плоды они их жрали вот как с голодного края это самая главная характеристика не сорт, который должен иметь сертификат вот попасть в реестр испытанных сортов а когда вишню жрут и наверное раз все на фотографии вот что я сейчас скажу я скажу следующее значит если взять мои мой урожай ну несколько тысяч косточек я заготовил так продать еще надо если взять урожай Чернобаева вот еще несколько человек мы могли бы это надо экспедиция называется знаете, когда приезжает допустим человек пять это могли быть студенты специальная практика студенческая а вот взять их Железова и без этих не возвращать без себя без косточек вот это может быть начало большой дружбы когда создается творческий коллектив пару академиков несколько этих докторов наук еще несколько кандидатов вот ну в середине списка Савельевич Железов Сергей я могу быть последним вот тут я готов быть последним потому что я больше палец на палец не ударю я скажу вот так же как вот вот скажу берите вот так же как вот видите вот эта красота берите собирайте все вот спасайте Европу в Европе случилась страшная беда невиданная беда я нашел две причины первое зверское жесточайшее отношение к деревьям которые самые неправильные это вишни они Я уже закончил. Я стараюсь учить что-то, чтобы осталось в памяти. Во всей Европе. Начиналось так. 17 век, 18, 19 век. Один единственный саженец попадает в деревню. В очередную. Через 10 лет вся деревня полностью в этих самых. В плодах и все довольны, и все прекрасны. И все культурные, и все. Потому что они все родственники. Это плохо. И все, с одной стороны, плохо, нет. Хорошо, что они родственники. И сохраняют все культурные качества. Вот так была Владимирская вишня. Владимирская. Она очень плохо размножается косточками. И прекрасно размножается корневыми отлодками. И когда в деревне было 10, потом 100. Эти 10 сделали 100. 100 сделали 1000. И в каждом доме по несколько мощных этих самых вишневых деревьев. И все доедины родственники. Все. А потом год за годом опыление. И опыляют друг друга. И опыление. И опять, и опять пошли десятилетия. И, наконец, наступило вырождение. Вот. Как с этим бороться. Я приводил примеры с собаками. Я приводил примеры с кошками. Я приводил примеры с дикими карасями, которые специально везли с другой стороны планеты. Везли дикие карасями, чтобы оздоровить с сады с карасями жирными, толстыми и больными. Это я участник этого. Я ничего не люблю. У меня судьба такая. Ничего не выпустить. Вот так вот жизнь прожить. Отсюда. С пункта А, пункта Б. По пути вот это. Пункт В видит. Это. Пункт В еще что-то. Наматать на ус. И наступила пора. Еще сейчас, не поздно. Их жрут птицы. Как их жрут в этом году. У меня у нас все сладкое. То, что абрикосы, которые я сам называл дикими, они сладкие. Солнце было море. Я жаловался до дикой жару. Солнце море. Регулярно этот самый. Как по заказу, как это называется. По расписанию дожди идут. И какие-то страшные, тяжелые. Нормальные дожди. Полчаса прошел. Там обильный, ривневый. Полчаса и все. И дальше все цветется. Вся природа. Заберите вы у нас миллионы косточек. Заберите. А президент Академии науки. И как ты там? Кто ты там? Если бы ты был выдающийся садовод, я бы тебя знал. Заберите. Заберите. По всем этим. Чтобы по мешку в каждый этот самый институт. И не только в эти самые НИИ. Нет, не только в НИИ. Но и в ВУЗы. Что каждому студенту досталось. А потом случится, как с колонновидными яблонями. Не успели их вырастить, как классические яблони. Они были растащены, разворованы. И в виде полуфабрикатов сырых. Оказались в этих тысячах. А потом уже и долго ума не надо, чтобы привить, вырастить. Та же колонна. А потом все это оказалось опорочено. Ненаделками. А здесь-то что вам надо-то? Забирайте, забирайте. Дали у этого самого Чернобаева 3, лучше 5 тысяч. Он скажет. Да вы по черту в это. Все. Выгребайте каждую. Я уже наелся, я уже видеть их не могу. Вот такая речь. Надо потом отдельно вот такой фильм сделать. Еще раз говорю. Это к медсельхозу, который меня уже дважды посылал. Только забыли слова «хэ». Ну, посылал. Подальше, куда-нибудь. Разве может быть, что в Сибири, где вообще незнакома никакая болезнь? Вообще нету. Какой манилиоз? Какой какомикоз? Вообще нету. Три нету. Ничего нету. Грибов нету. Они здоровые, а грибы кидаются на больные деревьях. Вы понимаете или не понимаете, к чему я призываю? Я уже второй раз криком кричу. Если я буду молчать, у меня уже не было на свете. Мне вот эта отдушина, вот этот вот вебинар, где всего-то будет через месяц будет 500 человек просмотрен. И ни одного академика тут не будет. Но и молчать не могу. Приезжайте, забирайте. Я прикинул забросный сад, знаю. Там несколько миллионов собрать можно. Ну, несколько лет всего. Почему, когда меня рот заткнули, когда меня четыре раза включили микрофон, отказались показать мои фотографии? Нет, нельзя показать мои фотографии. Через три минуты сказали, мое время истекло. Через три минуты рот не дали открыть. И в это же время человек, ученый человек, кандидат ли, доктор ли, вот, рассказывал после меня, когда меня рот заткнули. Какой ужас в Европе. Все гибнет, гибнет. Я уже сотни подтверждений получил. Все больное, больное, больное. Все, все больные. Ну, ты причину-то открой. Ты можешь в Сибири-то организовать, завод туда косточек. Если она в Сибири не болеет. А это привезено с России. С Европейской России. Ты можешь сюда устроить так, чтобы все это вернулось туда. Они опылят, тебе больные. Получат так же, как китайские эти дикие караси, опылили этих украинских жирных карасей, у которых три глаза покрыты этим самым. Лишарем и прочим этим самым язвами. И все несколько лет все здорово имит. И приносят доход. И все здорово им собакам. Наши. Сибирские. Вот эти опылят ваши. Я что, что ты сказал? Глупая, да? Как ты там эта самая... Наталья Медведева. Что железо, что снесет? Вот мне вот здесь вот напишите, ребята. Вот сколько вас тут? Где она-то делается хотя бы? Вот. Вот здесь напишите. Ты железо несешь чушь. Вот здесь пишите. Введите сообщение. Все, что ты сейчас сказал про лишние, это чушь. Все. Выдохся. Так, ребята, помогайте выжить. Коллекция косточек. Уникальна. Вот. И пока еще дешево. Результаты вы видели. Не одного года. Может быть, потому что люди научил. Вот я их научил. Вот. Научил их... Научил их... Научил их... Сарифицировать. Вот. Кто садил под зиму. А вы знаете, я все заметил. Есть мышиные года. Они касаются не какого-то конкретного района области. А чуть ли не все росли. Вот мышиные годы в этот год больше летуют. У них какие-то свои есть законы, которым подчиняются. То есть, вы один год посадили косточки и съели. Другого год посадили. Сто процентов схожесть. Вот так вот. Все, друзья. Я вам закругляю. До свидания. Еще раз говорю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok